Здравствуйте! В эфире Солнечногорского телевидения специальный выпуск информационной программы «Наше время». Мы посвящаем его главной теме сентября – началу нового учебного года. Закончилось лето, тысячи ребят отправились в школу. К этому моменту готовились все городские и сельские поселения Солнечногорья. О том, насколько подготовленным вошло в учебный год 2014 одно из них – Поварова, а также об объектах соцкультбыта поселения поговорим сегодня. В студии глава городского поселения Поварова Андрей Тихомиров и директор Поваровской средней школы Наталья Андрияшина. Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Наталья Николаевна, первый вопрос к вам. В рамках подготовки к новому учебному году какие были проведены работы в местной школе? Ну, наша Поваровская школа, так же, как и все школы-районы, готова к новому учебному году. При подготовке к новому учебному году районными депутатами была выделена сумма 150 тысяч рублей. И на эти деньги мы провели косметический ремонт первого этажа, второго этажа, лестничных клеток. Частично был отремонтирован фасад школы. При подготовке школы к новому учебному году комитетом по народному образованию было выделено более 905 тысяч рублей на покупку учебников. И вот к сегодняшнему дню все наши детки, учащиеся, получили бесплатные учебники. Также при подготовке к новому учебному году помощь оказала нам и наша поселковая администрация. Большое им спасибо. На территории школы было заменено все освещение. Андрей Викторович, как удается помогать школам, если учитывать, что полномочия по образованию переданы в район? Дело в том, что действительно в рамках бюджетного кодекса мы не можем через свой бюджет финансировать бюджет другого уровня. Но поскольку все дети наши, и у нас на территории две школы и три детских садика, конечно, мы уделяем внимание по мере возможностей. У нас есть инвесторы, застройщики, у нас есть предприниматели. Мы разъясняем, у нас есть совет предпринимателей. Мы привлекаем в него бюджетные средства. И в течение подготовки к первому сентября мы практически всем нашим и школам, и садам оказываем помощь по мере возможностей. В этом году всем трем детским садикам мы помогли установить малые формы, горки, беседки, завозили песок, строили песочницы. А школам, вот школе по русской средней практически на 300 тысяч мы помогли провести освещение. А школе 8 марта осуществляли помощь посредством привлечения инвестиционных средств. По ремонту туалетов, по ремонту асфальтового покрытия, по ремонту ступеней. Ну, напрямую не можем, но помогаем при помощи наших инвесторов. Большое им за это спасибо. Да, огромное спасибо. Большое внимание региональной власти уделяют антитеррористической защищенности школ. Оборудована ли Поваровская среднеобщеобразовательная школа всем необходимым? Да, у нас есть тревожная кнопка, у нас есть и пожарная сигнализация, но есть и проблемы. Проблема такая, у нас отсутствует видеонаблюдение и физическая охрана, которая, конечно, необходима именно днем. Да, сторожа, конечно, у нас есть, это ночные сторожа, но днем бы хотелось тоже, чтобы была охрана школы. Власти региона дали установку уходить от второй смены. Для Поваровской школы это актуальный вопрос? Да, актуально. У нас шесть классов, к сожалению, к большому сожалению, учатся во вторую смену. Андрей Викторович, как будет решаться в поселении эта проблема, если учитывать, что в ближайшее время сдадут новые многоэтажные дома? На сегодняшний день сдан только один дом и готовится к сдаче второй дом. Но в рамках проекта развития застроенной территории первого микрорайона у нас предусмотрено строительство новой начальной школы на 240 мест и реконструкция детского садика, доведение до 180 мест данного детского сада. Кроме того, мы планируем с развитием поселения реконструкцию двух действующих школ, пристройка корпусов и строительство большой школы на 1000 мест отдельно на территории, которая у нас за храмом находится. Также там мы планируем строительство медицинского комплекса и еще двух детских садиков новых. И также мы знаем, что в рамках губернаторской программы планируется строительство ФОКа. На каком этапе сейчас находится строительство? Да, я очень благодарен губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву за то, что один из 50 ФОКов в Подмосковье именно был отдан Солочногорскому району. И глава нашего района Якунин Александр Владимирович передал это ФОК городскому поселению Пору. Я ему тоже очень благодарен. ФОК будет сдан в 2015 году. Все проектные работы на сегодняшний день завершены. И я думаю, что скоро начнется строительство данного ФОКа. Игровой универсальный ФОК будет построен в городском поселении Поворова в 2015 году. Место размещения нового спортивного сооружения уже известно в центре поселения, рядом с привокзальной площадью. Строение будет включать в себя большой игровой зал и две пристройки для проведения гимнастики и борьбы. Площадь всего здания составит более 3000 квадратных метров, а большого зала 27 на 45 метров. Вместимость в трибун нового спортивного объекта – 210 человек. Возводиться спортивный комплекс будет в рамках областной программы «50 ФОКов Подмосковья». На итоговом совещании в день визита губернатора глава Поварова Андрей Тихомиров лично поблагодарил главу региона за такой долгожданный подарок. Я хотел поблагодарить вас и главу району за то, что у вас теперь появится в 2015 году ФОК. Мы очень много лет ждали. Повар? Да. А какой мы устроим? Что? Какое назначение? ФОКовый. Зал, да? Также, пользуясь случаем, глава поселения Андрей Тихомиров обратился к губернатору с просьбой. В поликлинике поселения нет аппарата УЗИ. Глава поселения подчеркнул, в Поварово проживает много ветеранов. Им трудно ради необходимых медицинских исследований ездить в другие населенные пункты. Губернатор Андрей Воробьев обещал помочь. Представители общественной палаты обозначили другую проблему населенного пункта. Это пропускная способность главной автомобильной дороги поселения. В центре города, под железнодорожным проколом, она сужается до одной полосы. Как известно, с каждым годом увеличивается количество автомобилистов. К тому же в поселение идет активное строительство. Все это не лучшим образом сказывается на транспортной обстановке Поварова. К тому же напряженности добавит строительство нового индустриального парка в 100 метрах от второго микрорайона поселения. Андрей Воробьев обещал разобраться в ситуации. А главе района Александру Якунину поручил предоставить всю необходимую информацию, снабдив ее для наглядности фотографиями. В прошлом году очень много было участников на соискание премии «Наша Подмосковья». В этом году тоже, как мы знаем, поваровские представители общественности номинировались на эту премию. Не могли бы Вы рассказать, сколько участников в этом году и немного о проектах? Ну, так получилось, что за последние годы наше поселение, наша администрация участвует не только в номинациях «Наша Подмосковья», но вообще во всех программах, которые есть в области. То есть мы стараемся участвовать, мы получаем средства, и эти средства идут на развитие поселения. В прошлом году мы участвовали в четырех программах по «Нашу Подмосковью» конкурсу. Все четыре программы выиграли, три из них заняли второе место, одно третье. В этом году мы уже участвуем в 29 номинациях «Наша Подмосковья». Планирую, что тоже будет какой-то результат. Нам есть, что показать, нам есть, чем гордиться в нашем поселении. Ну, а немного проектов есть? Какой-нибудь оригинальный? Ну, проектов у нас много. Вот больше всего из 29 мне нравятся те проекты, которые на сегодняшний день реализуются по Русском культурном центре. Вот, допустим, клуб пожилого человека, третий возраст, так называемый проект. Это у нас в нашей современной библиотеке, в ДК «Геофизик» собираются пожилые люди. У них есть возможность смотреть фильмы о войне, у них есть возможность общаться, читать стихи, пить чай. И у них есть возможность собираться вместе. Не дома, не на кухне, а именно в Доме культуры. Кроме того, у нас есть «Связь времен» номинация «Минерал книга памяти». Председатель Совета ветеранов Волчкова Зинаида Ванна обратилась в администрацию. Мы оказали ей помощь и создали монумент, который выполнен в виде книги. Ветераны участвовали в посадке зеленых насаждений. На этой книге, с одной стороны, написаны те, кто не вернулись с Великой Отечественной войны фронтов, и тот, кто ковал победу в тылу. И самое интересное, что приходят люди возраста и говорят, а вот наших нет бабушек, наших, но мы не можем всех, к сожалению, охватить сразу. Но мы дописываем, и все поселение включилось в этот интересный проект. И вот мы выставляем его на номинацию конкурса «Наш Подмосковье». То есть наша съемочная, когда группа снимала сюжет об этом мемориале, мы сняли не всех, получается, да? Тех, кто были отмечены, еще работа будет проводиться. Да, это живой проект, работа будет проводиться как по написанию имен всех, кто погиб или кто ковал победу в тылу, но также по оформлению. То есть там будут газоны, там будут цветники, там будут скамейки для пожилых людей, чтобы могли возложить цветы и посидеть, посмотреть на то, что сделано. Этот мемориал находится рядом с Домом культуры «Геофизик». А вообще, где располагаются спортивные досуговые секции в Поврово? Нет ли в микрорайоне с этим проблем? Ну вот, что касается микрорайонов, в каждом микрорайоне у нас есть спортивные клубы. К сожалению, они находятся в подвальных помещениях сегодня. Вот недавно мы открыли еще один клуб во втором микрорайоне. Но ФОК, который дал нам губернатор, он будет большой, он будет объединять всех. И с развитием поселений, когда будут строиться новые микрорайоны, конечно, эти клубы будут закрываться. Будут фитнес-центры строиться в этих встроенно-пристроенных помещениях новых микрорайонов. А основная спортивная деятельность – это будет ФОК и в нашем замечательном стадионе, одном из лучших в районе, который у нас сегодня есть. Наталья Николаевна, вот сейчас упоминался вопрос о строительстве ФОКа. Хотелось бы в связи с этим затронуть еще одну тему. Это внеклассная работа в школе. И как вам удается организовать досуг школьников? Ну, у нас при школе тоже работают кружки. Это у нас рукодельница, очень хороший кружок. Это у нас кружок юный инспектор движения. Вот, ребята посещают. Есть спортивные секторы. Секция – это волейбольная, баскетбольная, шахматно-шашечный кружок у нас. Ведут эти секции у нас учителя. Ребят с удовольствием ходят на них. Время нашего выпуска подошло к концу. Спасибо большое за беседу. До новых встреч. Спасибо. До свидания. Сегодня в студии были представители городского поселения Поварова, его глава Андрей Тихомиров и директор местной средней общеобразовательной школы Наталья Андрияшина. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова